Борис Ефимович, прекратите мучить животных. Таких ёлок не было сто лет. Это что, шутка? Мы же договаривались, что костюм должен представлять страну. Либо мы катаемся в этом, либо я вообще не буду выступать. Нормальный мужчина на себя такое не надеял. Вы согласны сопроводить бабушку? Доброго днячка! Согласно предписанию, вы должны были покинуть этот дом неделю назад. Я надеялся. На что? На чудо? На что ещё может надеяться русский человек? Саня, ты понимаешь, я Вострикова обещал медведя, а он мне должен здесь в городе варить. Нельзя на него охоту. С вас три рубля? Можно в долг? Маме ничего не помогает уже две недели. Никак не. Мы будем просить, и люди нам помогут. А наш танец под ёлкой, он в силе? А ёлки в этом году не будет. Дом подписал указ об отмене. Ёлка на Рождество всем нужна? Ну вот, ёлки нужны людям на Рождество. Война не время для праздников. Идиот. Где, представившись инструктором, угнал самолёт серый волк? Вы ещё и вор, и самовлюблённый дурак. ТЧК. Подходим, играем, счастье питаем. Фокусы я люблю. А что играете, господа? На бабушку. Бабушка этого не переживёт. Куда катится мир? Это и есть новая, свежая, неожиданная Россия. Вон отсюда! Господа! Умоляю вас, прекратите орать. И вдруг, тихо всё стало. Страшно. Всё, уходи! Они убьют тебя! Ты чё стоишь-то? Какая-то горячая мамочка, как печка. Повесь где у тебя сердце, и он вернётся. В паре из России объявляется поражение. Всё кончено. Что значит кончено? Сейчас даже не начиналось. На этот Новый год всё может измениться. Но ёлки останутся. Ёлки, 19-14. А почему в моём чемодане женский корсет? Вот на вашем месте, Василий Григорьевич, я бы об этом утаил.